ребята всем привет из солнечного но порой опасного лос-анджелеса я с микрофоном потому что окна пропускают и достаточно много шума надеюсь звук будет нормально сегодня хочу ответить на ваши вопросы по поводу эвакуации через мексику первое по поводу одежды чем срать и вы выглядите тем лучше я не говорю чтобы вы одевались как-то очень сильно аляписта там супер ярко нет вам главное не быть похожим на людей то едет из снг какие-то мантии знаете можно на крайний случай там сережку приколоть себе на левого уха ну например да просто вы должны выглядеть максимально не похожим на людей из снг вот и все второе это если вы очень человек с очень светлой кожи то лучше под загореть немножко все таки в принципе план наверно не сработает о том но я говорил видео то что я хотел под загореть как мексиканец я думаю это наверное тяжеловато будет все таки сделать да и вреда для кожи будет достаточно много так что просто главное как я считаю все таки в толпе сильно не уделяться по цвету кожи так что если вы прям светленький то лучше позагореть конечно там используйте крема для защиты чтобы кожа ваша не повредилась я как раз перед тем как поехать в мексику я ходил в солярий несколько раз ну и для кожи хорошо как бы потому что в мексике солнце такое нормальное в общем вы кожу подготовить и и станете потемнее в принципе так сольете с массой грубо говоря дальше вы мне пишите по поводу кейс реально с кейсом пройти реально или без кейса пройти ребята как бы решать вам я с кейсом каким-то левым кривым либо без кейса я бы не советовал ехать вообще следующий вопрос по поводу того что возможно вступит закон в силу чтобы люди беженцы ожидали в мексике по этой теме вообще ничего не знаю вам лучше консультироваться с юристами с адвокатами смотреть профильный канал я как и вы получаю информацию оттуда дальше по поводу паспортов до были люди которые значит с новыми паспортами с пустыми прилетали в мексику их не разворачивали ну для меня это немножко странно я даже сам встретил такого человека как он сказал то что не был новый паспорт он первый раз полетел полетел в мексику так далеко он из россии как бы меня бы это насторожило как пиксель мексиканского этого мегрессиона грубо говоря но человек принципе без проблем прилетел и все было нормально по поводу мексиканской полиции и мегрессиона да они берут взятки берут за милую душу так что как правило люди у кого собой есть деньги они сразу же откупаются они быстрее выходят либо у них не забирать машину в общем их отпускают быстрее чем тех у кого нет денег да это к сожалению вот правда жизнь они не заинтересованы вас отправить куда-то на родину они заинтересованы с вас взять как можно больше денег еще можете оставлять не знаю часть вещей в отелях как бы как я делал и оставила в канкуне часть вещей и в тихуане но в принципе это особо может быть ни на что не влияет но если эти отели стучат на русскоговорящих то при проверке номера они хотя бы увидят то что как бы остались вещи и возможно все-таки человек вернется хотя как бы это довод такой слабоватый все-таки по поводу какой брать билет через стамбул через там кто-то через франкфурт летит кто-то там через нидерланды ребят мы обычные туристы а турист что хочет комфорт и как можно быстрее долететь из точки а в точку б так что наверное мой совет будет отобрать прямой билет меньше проверок быстрее долетишь и как бы тип уже похож на туристов многие парни искали себе попутчицу девушку женщину не важно как я смотрю на эту ситуацию ребят я скажу одно то что разворачивают всех и семьи и значит одиночек и пару для них вообще это неважно вот представьте вы с кем-то скопировались даже если вы купите тур на двоих да не будет какого-то кидалова вы купите тур вы поедете вы прилетаете в канкун предположим и одного человека из вас не пускают понимаете риск есть или риск есть и что вы будете делать по идее если вы пара там или друзья то вы должны друг за друга бороться чтобы пустили обоих либо не ехать вообще в мексику по сути получается очень вы поняли если одного из вас не пускают то второй человек должен очень его защищать и улететь обратно из мексики если не пускают человека вот то что вы будете делать я вот не понимаю как бы вас все равно остановит ребят вы поймите что если будут на то причины вас остановят что вы один что вы в паре что вы там семьей еще чего-то сейчас тормозят вообще всех так что но это риски я тоже думал когда еще сидел в россии думал надо бы там попутчика и попутчицу а потом взвесил все риски понял что как бы но реально вдруг меня пропускают а второго человека нет и что я буду делать я пойду я скажу типа ой там вася или там юля пока я пошел отдыхать мексику но это будет странно смотреться прямо на будке у канкуне но это очень странно ребят в общем так что понимаете как бы это странно вот и все билеты я покупал отдельно именно из канкуна в тихуану из тихуаны в мехико-сити в принципе многие покупают обратный билет прямо там за день до вылета в тихуану чтобы вернуть его как бы я не возвращал так что в принципе решайте сами по поводу поручителя есть мужчина в сакраменто зовут дядя вова в общем через него насколько я слышал проехал уже очень много людей там за пять сотен уже так что ссылку на этого человека я оставлю в описании под видео надеюсь он не будет против принципе вот все по поводу поручителя я советую убирать поручителя из того города где вы будете реально жить и побольше работы где побольше вариантов жильем как бы маленький город лучше наверно не выбирать потому что вам придется приехать сначала маленький город потом вы поймете что как бы ну вот например я приехал в сан-диего сан-диего в принципе не такой маленький город но я понимаю что через 200 километров у меня лос-анджелес и там больше вариантов по жилью больше вариантов по работе и получается я Я сразу же двинул в Лос-Анджелес. Сейчас мне все-таки нужно, насколько я понял, сообщать айс-офицеру, что я поменял место жительства, переехал из Сан-Диего в Лос-Анджелес. Так что лучше выбирать про учителя в городе, где вы реально планируете оставаться, где больше работы, больше жилья и всего такого. По поводу кейса. С собой мы ничего не везем. Никакие протоколы, побои, распечатки из медицинских учреждений, ни видео, ни фото. Я все удалял с телефона, перекидывал это на компьютер, перекидывал на телефон брата. С собой мы кейс не везем. Кейс у нас только в голове. Вот и все. Потому что в случае проверки миграционного, он это все может увидеть, перевести и понять, что вы реально хотите перейти границу. По поводу одежды. Значит, с американским флагом, там, я люблю Нью-Йорк, это все, как бы, вроде бы, вроде бы это неплохо, но я так подумал, что мне кажется, что это палило. Потому что вы прилетаете в Мексику, у вас везде Америка, Америка, Америка. Ну, возможно, что миграционные реально подумают, что вы хотите реально перейти границу, потому что вы фанат Америки, у вас все в Америке, как бы, тоже об этом подумайте. Все-таки желательно, желательно сделать второй паспорт. Заграничный вы делаете второй паспорт, например, находясь в России. И потом вы можете его отправить по почте, либо есть, ну, просто обычные группы людей, кто, например, живет в Америке. И вы просто потом просите, чтобы ваш паспорт, например, забрали из Москвы, например, в Лос-Анджелес. Такое тоже практикуется. По поводу, забирают ли российский паспорт. Был прецедент, как раз у моего знакомого, у него был и российский паспорт, и заграничный, а российский ему вернули. И права тоже вернули. Мне люди пишут спустя, там, 3-4 дня, после первой части, когда я скидывал видео. Ой, а вторая часть уже готова, мы хотели посмотреть. Ребята, проверяйте канал. У меня выходит видео сейчас каждый день. Просто жмякните на ссылку, проверьте, видео вышло, не вышло. И не спрашивайте меня об этом. Это уже детский сад. Ну что, ребята, надеюсь, основные вопросы я осветил. Если что, пишите в комментариях. Постараюсь на все ответить. Всем удачи и увидимся.